Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 10 ноября. Как всегда, пройдемся по всем знакам-зидиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Туз. Туз жезлов. Какие-то новые возможности, новые начинания здесь. За что-то нужно будет хвататься. Потому что здесь вот эти новые начинания дадут вам успех, рост каких-то достижений. Новые начинания могут быть связаны с чем угодно. Это может быть новый проект, это может быть новая работа, либо обучение ваше. Потому что человек принимает какое-то решение, берется за что-то. Потому что здесь будет фокус, мотивация, цель. И здесь будет вас что-то мотивировать, подталкивать. И, конечно же, вселенная будет вам предоставлять какие-то в этот день возможности, и нужно будет хвататься за них. А не откладывать их на потом, иначе вы просто можете упустить эту хорошую, прекрасную возможность. Может быть, это начало бизнеса для кого-то своего, когда вы развиваете его или начинаете. И здесь вот это говорит о том, что это даст рост, это даст прогресс, это даст вам какие-то достижения. Селец. Шестерка. Шестерка Пентаклей. Здесь происходит какой-то обмен. Может быть, вы получаете деньги за какую-то пройденную работу, за какой-то пройденный проект. Вам платят за что-то. Это какая-то сумма денег поступает к вам. Либо, может быть, здесь, знаете, когда вы тратитесь, тратитесь на детей, на своих близких. Может быть, кто-то попросит у вас финансовой помощи, и здесь вы кому-то будете помогать. Может быть, это ваши взрослые дети, где вы будете поддерживать финансово, может быть, что-то для них покупать также. Но здесь денежки легко приходят, легко тратятся, поэтому необходимо здесь найти такой вот баланс, а не пытаться все тратить, все сразу. Здесь необходим баланс. Также еще эта карта алиментов. Может быть, здесь вы выплачиваете алименты, но здесь в зависимости от какой роли вы играете, потому что здесь вы в роли вот этого даващего человека, который постоянно дает, обеспечивает, и вы щедро помогаете кому-то финансово. Либо вы в роли вот этих просящих людей, извините, которые постоянно ждут, когда им помогут. Или, может быть, еще вариант, когда у вас есть свой бизнес, свое дело, и, наконец-то, здесь вы получаете доходы от своего собственного проекта, от своего бизнеса. И здесь вы в состоянии, может быть, обеспечивать, помогать своим близким, своей семье, ну и, конечно же, своим детям. Близнецы. Королева. Королева Пентакли. Стабильное финансовое положение. Человек сидит очень комфортно здесь, он наслаждается своими какими-то результатами, потому что, может быть, это какие-то ваши финансовые цели реализуются, либо, знаете, это что-то связанное с вашими ценностями, в зависимости от вашей, конечно же, личной ситуации, какие они могут быть. Также еще, может быть, нужно будет вести разговор за финансы с кем-то, может быть, вы будете планировать ваш бюджет, либо здесь нужно будет брать финансовую ответственность на себя и принимать какое-то решение. Что-то может касаться недвижимости, инвестиций, когда человек планирует, может быть, на будущее, когда он делает какие-то вложения. Для тех, у кого есть свой бизнес, здесь бизнес начинает давать доход, он растет, и здесь можно вот наслаждаться этими результатами. Также, может быть, здесь, чтобы подготавливаться каким-то проверкам, это может быть налоговая инспекция, это может быть общение с бухгалтером либо с финансистом, потому что здесь, может быть, будете строить какие-то ваши финансовые планы, либо делать какие-то выплаты. Да, могут быть страты также. Это может быть страты для дома, для своего комфорта. Это может быть какие-то ценные приобретения здесь. Либо могут быть еще варианты, когда вы гасите, гасите кредиты, отдаете долги, например. Вот. И последний вариант, водоламп. Если все то, что я перечислила, не связано с вами, может быть, вы ждете финансовой поддержки от кого-то. И судя по этой карте, вот кто-то вам поможет финансово. Рак. Четверка. Четверка жезла. По четверкам это уже получение результата. Это уже какие-то достижения, когда можно отпраздновать. Отпраздновать хорошее известие, новости, потому что здесь что-то вас будет радовать. Также настроение будет очень такое, знаете, веселое, когда вы будете довольными. Привезете в этот день в семье, в окружении семьи. Будут какие-то общие семейные планы на день, может быть. Также это какое-то семейное мероприятие может состояться. Да вот это день рождения, банкеты, праздник, веселье, вечеринки какие-то. Может быть, приобретение недвижимости, как, знаете, здесь новоселье может проиграться. Здесь, вы знаете, когда человек трудился, концентрировался, вкладывался и, наконец-то, смог создать в себе стабильность. Это какие-то уже достижения, где можно поделиться этими достижениями с вашей семьей, с вашим окружением. Может быть, это какие-то достижения, связанные с семьей, с бизнесом и с вашими какими-то личными проектами. Но эта карта говорит о том, что пришло время, получается результат, и порадоваться чему-то. Можно даже и ответить. Лев. Семерка. Семерка мечей. Здесь несколько вариантов. Один из вариантов, когда вы что-то, вы, может быть, будете делать, действовать и не говорить о своих действиях кому-то. Кому-то здесь, знаете, такая скрытная карта, когда вы скрываете что-то от кого-то, когда вы не хотите рассказывать, когда вы что-то делаете втихаря, за чьей-то спиной. Ну, здесь, конечно, это что-то высветится, прояснится. Также еще один вариант может быть, когда вы будете избегать, может быть, какого-то разговора конфликтного и неприятного с кем-то, потому что здесь вы не захотите вмешиваться, может быть, во что-то, и поэтому будете пытаться избегать либо кого-то, либо какого-то разговора. И последний вариант здесь может быть, когда кто-то в вашем окружении, кому вы очень доверяете, может вас немножечко разочаровать в плане того, что этот человек может быть не оправдает ваше доверие или делает какие-то действия за вашей спиной. Здесь что-то может вас расстроить, обидеть, потому что здесь, может быть, человек выдает себя не за того, того на самом деле он показывает, допустим, да, потому что здесь могут быть такие какие-то очень поступки некрасивые за вашей спиной или сплетни. Здесь может быть что-то прояснится. Совет по этой карте будет, нужно быть на чеку этот день, быть внимательными, потому что эта карта также может означать физическое воровство. Так что будьте внимательны, когда идете по дороге, не оставляйте свои ценности нигде и, конечно же, не доверяйте никому, особенно если это касается ваших каких-то будущих планов. Попытайтесь придержать это при себе до тех пор, пока вы чего-то не реализуете. Дева. Рыцарь. Рыцарь-чаш. Здесь, может быть, есть новости какие-то вы можете получить в этот день, и это даст эмоциональную реакцию, когда вы можете среагировать как-то эмоционально очень. Это может быть еще какое-то предложение. Кто-то явится к вам, подарит вам что-то, может быть, или поедете с кем-то вместе, потому что это еще может быть компания, когда вы будете веселиться, может быть, приведете это время в хорошей компании. Если вы свободны, может быть, это ваш лицарь на белом коне, который явится к вам, пригласит вас на романтическое свидание, на красивый ужин, будет осыплять вас своей любовью, заботой, вниманием, комплиментами. Либо, может быть, здесь состоится какой-то разговор с кем-то, когда нужно будет посочувствовать кому-то в какой-то ситуации, понять кого-то, потому что здесь будет происходить какое-то сострадание, когда именно проявлять эти чувства, показывать их и чувствовать, конечно, себя эмоциональными. Как на карту дня, это может еще проиграться с кем-то вместе вдвоем в какой-то компании, это куда-то вы едете, может быть, не знаю, что-то будет вас вдохновлять, что-то вам будет нравиться, что-то вас будет радовать. Такие вот несколько вариантов могут быть. В плане разговора либо вы будете открываться, либо кто-то будет вам что-то рассказывать, и вы будете сочувствовать кому-то. И здесь вот такой может состояться разговор. Лисы. Карта Луна. Старший Аркан. Здесь несколько вариантов. Один из вариантов здесь, когда настроение будет меняться в течение дня. Что-то вас будет напрягать, расстраивать, может быть, не нравится, или, может быть, здесь будут какие-то сомнения, или кто-то будет как-то сомнительно себя вести. Здесь также, может быть, не будете видеть четкости, ясности в какой-то ситуации, потому что кто-то, может быть, будет пытаться вас вести в какое-то заблуждение. Также еще здесь может быть, когда нужно принять ситуацию, такая, какая она есть, а не пытаться ее менять или обманывать себя. Как говорится, не занимайтесь самообманом, опримите правду. Также еще эта карта у нас материнство, и здесь нужно будет проявить свои материнские качества, позаботиться о ком-то, посочувствовать кому-то, пообщаться с кем-то, потому что это еще наши эмоции, когда мы выплескиваем эмоции, когда мы открываемся, мы показываем, как мы себя чувствуем. Может быть, еще, знаете, такой вариант, когда немножечко не здоровится, какая-то вялость, унылость, когда вы чувствуете себя очень уставшимися, и вот здесь вот не захотите ничего делать. Вот здесь вот такая карта, когда хочется просто поспать, отдохнуть, немножечко будет какое-то недомогание, когда будет усталость или вялость какая-то. тоже может быть по этой карте. Крапион. Паш. Пашежелов. Паши у нас в раскладе всегда символизируют новости, известия. Здесь, может быть, получите какую-то информацию, какие-то известия, новости. Также здесь, когда человек, знаете, будет мотивироваться, что-то новое, может быть, какие-то новые события, которые вас будут мотивировать, зажигать, как говорится. У вас будет появляться новое стремление, новый фокус, новое желание начать что-то делать. Эти новые начинания могут быть связаны и с обучением, и со своим личным бизнесом, либо проектом, или с какой-то работой, или когда вы меняете сферу деятельности, например, и пробуете себя в новой. Вот здесь вот именно, как вы знаете, зажигаться, мотивировать себя, радоваться чему-то, как ребенок. Также еще, может быть, здесь вы начнете регулярно, допустим, ходить на спорт. Как мне, как здесь жезло, это проявлять свою активность. Вот. Либо здесь все то, что я перечислила, может быть, не связано с вами, а связано с вашими детьми. Здесь, может быть, нужно будет заниматься вопросами ваших детей. Это как, не знаю, в школу менять будете, или отдавать в спортивную школу, или на какие-то кружки, или на танцы записывать своего ребенка. Ну, вот здесь вот, вот какие-то такие могут быть темы, связанные с детьми также. Стрелец. Шестерка. Шестерка мячей, когда вы отплываете более спокойной, стабильной, к лучшей жизни. Наконец-то человек очень долго думал, размышлял, и он принял решение двигаться вперед. Когда человек уже уходит от какой-то ситуации, от каких-то ненужных людей, ненужных отношений, или нелюбимой работы, это в зависимости от вашей личной, конечно же, ситуации. Но смысл в том, что когда вы движетесь вперед к лучшим возможностям, к лучшей жизни, и когда это даст вам стабильность, поэтому решение, которое вы примете, это будет к лучшему. Это может быть еще кто-то будет вас в этом поддерживать, помогать, делать что-то вместе, вдвоем, когда вы вдвоем вместе будете продвигаться в каком-то проекте, допустим. Либо это, знаете, какие-то поездки, переезды могут быть, может быть, вы переезжаете вместе с вашей семьей, может быть, вы отправляетесь куда-то в этот день, едете вместе с кем-то. Или, может быть, наконец-то здесь что-то сдвинется с места в плане ваших проектов или каких-то документальных вопросов. Козерог. Восьмерка. Восьмерка мечей. Какие-то ограничения, страхи, переживания, волнения, когда вам будет не очень-то комфортно в ситуации, в которой вы будете находиться. Здесь как будто либо вы боитесь что-то поменять в этой ситуации, либо вы не готовы на данный момент, потому что либо вы ментально и физически не готовы к этому, и поэтому предпочитаетесь находиться в ситуации, там уже некомфортно. И человек также еще себя ограничивает от чего-то или ведет себя нерешительным. Может быть, вы боитесь принять какое-то решение, высказать своего мнения или пообщаться с кем-то. Может быть, какие-то нюансы есть в отношениях. И когда здесь человек боится что-то говорить или высказывать свое мнение, и вот он себя немножечко ведет сдержанным. И опять-таки здесь происходят какие-то ограничения из-за какой-то ситуации. Может быть, это безвыходное положение, и поэтому человек предпочитает находиться там, где он на данный момент находится. Его окружение может его не понимать, не поддерживать. И вот здесь может быть еще, знаете, это может быть просто всего лишь напросто ваши какие-то блоки, убеждения и страхи. когда вы просто себя настраиваете на какой-то негатив. Может быть, ситуация поправимая, и здесь все можно поменять, но почему-то человек волнуется очень сильно, переживает душевно. И вот на данный момент как будто не готов понять что-то. Предпочитает оставаться на том же месте. водолей. Туз. Туз мечей. Тузы в раскладе всегда символизируют новые начинания и новые возможности. Здесь вот может быть вы будете заниматься какими-то новыми планированиями. Когда человек будет что-то обдумывать, коммуницировать, говорить, высказывать свое мнение, принимать какое-то решение, строить какой-то план, может быть. Также, может быть, придется отрезать что-то, убирать из своей жизни, прояснять какую-то ситуацию ясную, давать ясность какой-то ситуации. Потому что вот здесь вот именно когда человек действует очень обдуманно, это также могут быть ваши какие-то новые идеи, новые проекты. Но здесь что-то именно связано может быть будет с планированиями, с обдуманиями, потому что человек будет именно принимать решение обдуманно. Также кто-то, может быть, примет решение, допустим, пойти обучаться. И здесь нужно будет, может быть, искать подходящее заведение, да, курсы онлайн или, может быть, школу или институт в зависимости, куда вы поступаете, допустим. Или, может быть, здесь возникнут какие-то документальные вопросы, когда нужно будет оформлять документы, подготавливаться к чему-то. И опять человек будет заниматься планированием, мышлением, потому что здесь очень важно что-то тщательно обдумать и спланировать, прежде чем действовать дальше, потому что по пузу мячей это всегда наши мысли, наша коммуникация. Это когда нужно будет общаться, прояснять что-то, договариваться о чем-то, может быть, прежде чем действовать. Может быть, что-то в письменном виде даже получать или оформлять. Рыбы. Девятка. Девятка мячей. Может быть, здесь волнение, переживание, когда человек очень сильно волнуется, переживает за какую-то ситуацию, может быть, даже не знаю, знаете, это как переживать, потому что за какой-то свой поступок, где он теперь сожалеет. Это какие-то могут быть сожаления. Также еще здесь может быть ваше убеждение, страхи, волнения, когда вот человек постоянно думает о чем-то, мысли его не покидают. И здесь человек может плохо спать, это может быть бессонница. волноваться очень сильно. Это может быть волнение за получение какого-то результата, ответа, допустим, потому что девятки часто указывают у нас в раскладе завершение цикла, завершение ситуации, когда уже происходит какая-то кульминация. Здесь может быть человек переживает за ответ либо за результат, но это будет делать раньше времени и настраивать себя на какой-то негатив. Либо может быть наоборот, когда вы уже получили результат какой-то или ответ от кого-то, и это вас может немножечко расстроить. Либо это просто вне грения могут быть, это может быть плохое самочувствие, состояние такое, или может быть знаете, когда вы перебрали алкоголь день до, и на следующий день очень трудно встать, или может быть вы проспали на работу, или трудно знаете, встать, потому что голова просто раскалывается, потому что здесь может быть похмелье. Вот так вот еще может проиграться. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До